МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемный вопрос брошенного транспорта в нашем городе имеет место. За что ты так со мной? Брошенные машины ищут хозяев. Роль и участие книги в нашей жизни просто оценить невозможно. Это очень великое значение. День православной книги в Десногорске. Переходим к темам выпуска. Бывший мэр Смоленска Владимир Соворенко не смог отменить решение по своей отставке. Ранее его трудовой контракт был расторгнут по инициативе губернатора области Алексея Островского. Депутаты Смоленска в ходе проведенного голосования прекратили деятельность Соворенко на посту градоначальника. Это решение бывший мэр пытался обжаловать сначала в районном, а затем и областном суде. 13 марта Смоленский областной суд подтвердил законность принятых мер. Теперь депутаты городского совета имеют право утвердить кандидатуру нового главы города. С наибольшей вероятностью им станет Андрей Борисов, бывший вице-губернатор Алексея Островского. Тем временем Владимир Соворенко продолжит судебные тяжбы. Он намерен обратиться в Верховный суд Российской Федерации. Период миграции перелетных птиц предшествует не только предстоящему потеплению, но и повышенной опасности. Пернатые могут быть переносчиками птичьего гриппа. В зоне повышенного риска находятся личные подсобные и фермерские хозяйства. Прямой контакт диких и домашних птиц – это основная причина вспышек птичьего гриппа. В настоящее время территория Смоленской области остается благополучной по данному заболеванию. Это подтверждается результатами проведенных исследований. Россельхознадзор напомнил, что приобретать птицу и продукцию птиц и производство следует только в специально отведенных местах. А еще лучше – сперва удостовериться в наличии ветеринарных документов. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей 3 раза, по оказанию помощи скорой 5 раз, к ликвидации последствий ДТП без пострадавших 1 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 608 сообщений, из них 263 ложных. Поступило и отработано 16 просьб от населения. Улучшение эпид-ситуации зафиксировано в Смоленской области. Отмечается снижение случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Это касается всех возрастных групп жителей Смоленской области. Но говорить о стойком улучшении пока рано. Региональный Роспотребнадзор напоминает, что весна не менее опасное время года. Необходимо следить за своим иммунитетом и не стоит раньше времени избавляться от теплой одежды. Обустройство территории Десногорска – одна из приоритетных задач города в ходе реализации программ «Комфортная городская среда» и Всероссийского конкурса «Малые города». Планы по благоустройству определены на ближайшие два года. В 2019-м приоритетной становится территория городской набережной и прилегающих к ней мест отдыха. Это было решено в ходе голосования в ноябре 2018 года. 77% жителей города считают эту территорию приоритетной. Работы на 2020 год также известны. Рейтинговым голосованием была выбрана территория пешеходной зоны в третьем микрорайоне. Ремонт пешеходных дорожек будет сделан между школами номер 3 и 4 и детскими садами «Дюймовочка» и «Ласточка». За эти работы проголосовало 63% жителей. Машина не роскошь, а средство передвижения. Но не следует забывать, что это еще и ответственность. Что делать, если в вашем дворе годами стоит заброшенный автомобиль? Смотрите в сюжете. Любой житель Десногорска может обратиться в управление городского хозяйства с заявлением и рассказать о том, что он обнаружил заброшенное транспортное средство. В заявлении необходимо указать марку машины, цвет, государственный номер при наличии, адрес и примерный срок. Сколько данное автотранспортное средство находится на одном месте? Если автомобиль обладает определенным набором характеристик, его берут на контроль. Автотранспорт находится в аварийном состоянии. Он разбит. Может быть машина сгоревшая. Находится рядом много мусора. Поэтому данный автотранспорт является очагом сбора негативных проявлений в городе. Управление городского хозяйства оформляет запрос по указанной теме. Далее проводится работа по определению владельца и направляется требование о необходимости убрать принадлежащее ему транспортное средство. Комиссия проводит осмотр. Если собственник не отреагировал в отведенное ему время, проводится эвакуация. С момента, когда поступилось заявление до принудительной эвакуации, собственнику необходимо убрать свой автомобиль. Если авто не едет своим ходом, необходимо вызвать эвакуатор. Бросая свой транспорт на произвол судьбы, владельцы не задумываются о том, что, возможно, им придется понести за это ответственность. Такие машины не только мешают уборке улиц и занимают парковочные места, но и портят вид нашего города. Чистота и уют Десногорска – это задача каждого добропорядочного жителя. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ 14 марта Русская Православная Церковь празднует День Православной Книги. Этот праздник относительно новый, но ценность его поистине велика. Наша съемочная группа посетила Десногорский храм всех скорбящих радость и узнала подробности этого великого дня. 1 марта по старому стилю, а 14 марта по новому, в 1564 году на печатном дворе в Москве диакон Иван Федоров сделал первый оттиск Книги Апостол. Именно с нее началось официальное книгопечатание в нашей стране. Эта книга используется всегда во время богослужения, до сих пор, но в те времена и сейчас тоже эту книгу можно было иметь и дома, чтобы изучать Священное Писание, читать ежедневно эту книгу. Богослужебная книга «Апостол» была первой книгой и положила начало всем книгам, но сейчас в церковной лавке есть много книг, которые подберут ключик к любой верующей душе. Ведь православные книги – это не только Священное Писание, Евангелие, книги Ветхого Завета, это книги святых отцов, это книги о духовной жизни, это книги, в которых содержатся проповеди современных духовников. К ним можно отнести художественную литературу. Во многих семьях есть добрая традиция читать вечерами всей семьёй, читать своим детям. Для детей, как и для взрослых, церковное книгопечатание может предложить много духовных книг. И День православной книги таким образом в этих семьях отмечается каждый день. Любая книга, которая учит человека добру, любви, порядочности, честности, доблестности, значит, её можно назвать православной. И хотя современная жизнь диктует свои правила, и век высоких технологий есть электронные книги, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, чтение обычной печатной книги и шелест её страниц, заменить невозможно. Международная команда учёных выяснила, в каком возрасте у жителей каких стран начинают проявляться те или иные старческие заболевания. Оказывается, комплекс болезней, который мы традиционно ассоциируем со старостью, может проявляться совершенно в разном возрасте. У жителей некоторых стран разница доходит до 30 лет. Классический букет старческих заболеваний приобретается к 65 годам. Это средний показатель по миру. Но, к примеру, во Франции или Сингапуре это происходит в 76 лет. А у жителей Папуаново-Гвинеи аналогичные проблемы со здоровьем возникают уже к 45 годам. Россия опережает гвинейцев. С точки зрения болезней старость в России наступает в 59 лет. И это 160-е место в рейтинге из 195 стран. Поправить ситуацию по силам каждому. Необходимо заботиться о своем здоровье и самочувствии и не злоупотреблять вредными привычками. И о погоде. 15 марта в Десногорске пасмурно, возможен снег. Днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. На сегодня это все новости. Еще больше интересного на нашем сайте desnadefiz.tv.ru В студии работал Олег Соловьев. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!